МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите выпуски новостей губернии. Учения мобильных лабораторий быстрого реагирования прошли в Нижнем Новгороде. Новые специалисты появились в Арнавинской ЦРБ благодаря программе «Земский доктор». Нижегородский боец с позывным «Заяц» вернулся с передовой. Масштаб учений мобильных бригад быстрого реагирования переоценить сложно. В первую очередь само за себя говорит количество участников. В Нижний Новгород приехали более 150 ведущих российских и зарубежных специалистов. Иностранные гости представляют 26 стран. Это Европа, Азия, Африка и Ближний Восток. Задачи учения направлены на слаженность действий и применение современных технологий в борьбе с инфекционными заболеваниями. Сотрудничество в этой части только набирает обороты. Отечественными разработками и технологиями мы полноценно готовы делиться с дружественными странами. России есть что предложить. Одни комплексы мобильных лабораторий чего стоят? Совершенно очевидно, что инфекции не имеют границы. Поэтому чем больше людей, чем больше специалистов будут иметь знания и владеть технологиями, а российские технологии противоэпидемические считаются сегодня передовыми в мире. И мы это показываем не один раз. Более 20 миссий Российской Федерации по помощи нашим коллегам в дружественных странах и населению этих стран. Это очень показательный результат нашей работы и реализации нашей технологии. Огромное количество спасенных жизней. Международное сотрудничество в борьбе с различными инфекциями имеет глобальную цель – мировая безопасность. Наши специалисты технологии давно задействованы на разных континентах. Пока одну лабораторную машину на севере, конечно, в головном отделении находится. С ней можно решить задачи по изучению природных очагов заболеваний в данных провинциях. Международные учения имеют как практическую, так и пленарную часть. А значит, есть возможность наладить еще более тесное сотрудничество. Это как мы должны воспользоваться это случай для того, чтобы у нас была такая лаборатория. Важно, что представленные на учениях современные отечественные мобильные лаборатории имеют прямое отношение к регионам Приволжского округа. Они создаются на базе нашего автопрома. Мобильные модули, которые сегодня были представлены и активно задействованы в проведении совместных мероприятий противоэпидемических в различных странах России. И делается это на базе того оборудования, которое делается в Нижнем Новгороде и шасси автомобилей, которые КАМАЗ и ГАЗ, которые производятся в Приволжско-федеральном округе. Поэтому и регионы рады внести свой вклад в мероприятия, проводимые по поручению президента. В центре внимания создание так называемого санитарного щита России. Об этом ранее заявлял президент Владимир Путин. Главная цель – обезопасить от различного рода инфекций не только нашу страну, но и помочь соседям. И здесь Нижегородский регион активно включен в общую работу. Впереди открытие большого лабораторного комплекса Роспотребнадзора. В 2025 году он будет уже сдан, оборудован новейшим абсолютно научным исследовательским оборудованием. И будет позволять здесь, в Нижнем Новгороде, проводить исследования мирового уровня, необходимые для борьбы с инфекцией и как раз строительства того самого санитарного щита. Впереди еще много работы, но, как показывает практика, международное сотрудничество в сфере борьбы с инфекционными заболеваниями дает свои плоды. Все помнят пандемию коронавируса, но есть и другие примеры. Около 10 лет назад совместно велась борьба с вирусом Эбола. Сейчас на повестке птичий и свиной гриб. Заболеваемость на планете пока не катастрофически, но растет. Служба информации Сергей Щеплягин, Ренат Бигбаев. Ксении Шувагиной 28 лет, родом из Варнавинского округа. Еще в юности решила стать врачом, поэтому поступила в медицинскую академию на педиатрическую специальность. После обучения работала в городских медучреждениях, но узнав о программе «Земский доктор», решила вернуться в родное Варнавино и работать в местной больнице. Программа очень хорошо стимулирует и привлекает и как молодых специалистов, так и тех, кто уже в профессии давно, а не кто-то из города приезжает. Нагрузка у меня сейчас примерно 50 человек в день. И принимаем всех, не отказываем. Нижегородская область участвует в реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с 2012 года. Для медработников предусмотрена единовременная выплата при условии переезда и работы в больнице в течение пяти лет. Для работников со средним образованием она составляет от 500 до 750 тысяч рублей, с высшим от миллиона до полутора миллиона рублей. Наталья Торопова также решила принять участие в программе. Сейчас она трудится в Варнавинской ЦРБ на неотложной помощи и в фельдшерском пункте. В ФАПе не было специалиста, это было очень необходимо. Принимаем температурящих, выезжаем на выезды на дома. Как признаются пациенты, новых специалистов ждали. Зачастую приходилось обращаться за медпомощью в город. А теперь ее можно получить и в родном селе. Для Варнавина, правда, нужны были специалисты, этого очень не хватало. Стало легче записаться на прием, можно пройти обследование, что беспокоит, где нужно пройти. Очень приятно получать качественную медицинскую помощь. Специалисты, правда, очень хорошие все, во всем помогут, подскажут. Программа «Иземский доктор» и «Иземский фельдшер» – часть национального проекта здравоохранения, который реализуется в соответствии с указом президента России. Служба информации Анастасия Соколова, Николай Прохоров. На побывку и снова в бой. Боец из Нижнего Новгорода с позывным «Заяц» вернулся с передовой, чтобы увидеться с родными и близкими. Солдат вспоминает, что отправился в зону боевых действий по зову товарища, оставив даже должность руководителя мебельного производства. На фронте служит разведчиком-гранатометчиком, а также обучает новобранцев. Вместе со служивцами выполняет разные боевые задачи, включая подавление артиллерии противника. В бою используют надежное советское оружие – АК-74, СВД, РПГ-7. На военный быт не жалуются, вместе с ребятами живет в лесу, благодаря слаженной работе построили баню и кухню. Также совместными усилиями продолжат выполнять первоочередную задачу – сохранение целостности страны. Так, при заключении контракта с Министерством обороны в военкоматах Нижнего Новгорода, единовременные выплаты сейчас составляют 1 миллион 205 тысяч рублей. Кроме того, действует механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Затянуть пехоту. У меня есть приказ, я его выполняю. Это общее дело, которое происходит в данный момент. Да и как бы должен каждый помогать, кто на фронте с автоматом, но кто с тылом, чтобы в нашей стране также был порядок и так далее. Победа в любом случае будет за Россией. Победа за тем, кто прав. Многодетным семьям Нижегородской области начали выдавать удостоверение единого федерального образца, подтверждающие статус семьи. В нашем регионе такой документ получат более 30 тысяч семей. Если раньше документ был в одном экземпляре на семью, а его форму регион устанавливал самостоятельно, то сейчас установленный образец удостоверения един для всех регионов и выдавать его будут сразу двум родителям, находящимся в официальном браке. Воспользоваться удостоверением, подтверждающим право на получение льгот для многодетных, можно для бесплатного посещения музеев и парков культуры. Удостоверение подтверждает бессрочный статус многодетной семьи, где есть трое и более детей. Такие удостоверения вручат всем многодетным семьям в России. У каждого свое удостоверение, его не нужно будет думать, как передавать друг другу. Это удобно. В семье у нас четверо детей, три девочки и один мальчик. Но удостоверение будем применять по назначению. То есть, мы уже, собственно, в этом году, если в другие города нашей страны, в Самаре были, в Москве, и, собственно, при любом удобном случае, где можно будет воспользоваться удостоверением многодетной семьи, конечно же, будем пользоваться. Важно, что переоформление удостоверений тем семьям, у которых уже были удостоверения старого образца, сейчас проводится в беззаявительном порядке. Мы проактивно будем приглашать все семьи Нижегородской области многодетные выдавать удостоверения. 24-й год был объявлен президентом России годом семьи, поэтому, конечно, установление дополнительных мер поддержки для многодетных семей и, в первую очередь, установление постоянного, бессрочного статуса многодетной семьи – это очень важно, это большая помощь семьям. Субтитры подогнал «Симон»!